это то чего нам не хватало о ебой она работает это шаг вперед привет это видео о моем первом впечатлении об fl studio 21 и сейчас я включу ее впервые потому что как я мог это сделать без вас дабл клик и она не на том экране чисто внешне пока очень похоже на то что было сейчас я введу свой аккаунт традиционный стартовый проект так чтобы это не превращалось в реакцию на песню стартовые за фл studio давайте наверное здесь начнем новый проект открыл проектика с short собор прекрасная далека кизару давайте посмотрим что мы можем сделать тут сэмплами shift f о ага нажимаем shift f в плейлисте и у нас появляется фейдаут у нас появляется фейдын боже мой это то чего нам не хватало а еще громкость отдельного для каждого аудиоклипа и в плюс и в минус и она застревает на нолике то есть удобненько классно круто а давайте попробую я вот так вот сделаю и нажму с альтом и он возвращается на стандарт окей круто а мы можем отдельно для вот этого кусочка поменять пить так чтобы он не трогал в остальных кусках этот самый пить и нет не можем я видимо слишком многого захотел пить мы можем трогать только у всего фрагмента промы и кюни к сожалению пока забывать нельзя а теперь самое время поставить лайк видосу особенно если он тебе нравится потому что твой лайк именно твой лайк поможет продвижению видоса в алгоритмах ютуба так что поставь лайк спасибо заходим в браузере во вкладку проект и current project но по факту это то же самое что было здесь во вкладке current project просто это вывели вот в отдельный раздел плагины тоже просто вот они плагин database library loading внутренние магазины фил студия что ли они сюда подвезли ну ладно хорошо окей тормит что это все за слово такое а отмеченная ясненько чуть не полез в google переводчик мы хотим вот мой любимый басец отметить звездочкой вот так птинг отметили звездочки вот он здесь появился ну и конечно же отображение и мы можем сделать его погромче и потише прикольно так что у нас есть настройкам full sample привью отлично то есть теперь мы можем врубить какой-то длинный сэмпл он будет играть полностью а если мы отключим он играет не до конца особенно это бывает удобно когда ты пытаешься просто из браузера посмотреть как какой-нибудь длиннющий ваншот будет звучать у тебя в миксе но он воспроизводится не до конца особенно если какой-нибудь с диким фейды нам какой-нибудь fx это бывает неудобно еще не очевидное что до этого сразу не доперну мы можем правой кнопкой мышки кликнуть в любое место а круто слушать его тоже это офигенно теперь мы не обязаны слушать весь сэмпл например мы можем вот не весь этот длиннющий райс пытаться услышать и дождаться когда он там начнется а сразу ткнуть сюда я доволен я счастлив я рад включил авто хайд вместо full sample preview авто хайд удобная функция но я так и не смог не привыкнуть потому что когда у тебя схлопывается плейлист мне кажется это некрасиво ну то что звездочки мы уже можем отмечать она не отметилась не понял а где я же звездочку поставил а где почему она здесь не работает баг не знаю но типа вот я отмечаю звездочкой то мы можем папку отметить звездочка и мы не можем папке присвоить тег это конечно печально что нельзя так присвоить папке потому что получается что мы должны зайти в и тег добавить сюда и потом поскольку это трэповый кик добавить сюда трэп и теперь у нас по трэп и кик он ничего не нашел так это я дебил или или чили или что теги это была одна из важных вещей которые я ждал и она не работает может перезагрузить фл-ку на давайте перезагружу да вот все отлично шикарно я перезагрузил фл-ку и у меня появились здесь вот в разделе стали те звуки которые отметил звездочкой единственное было бы круто было бы очень круто если бы можно было целой папке дать бы какой-нибудь тег вот например у меня папка отмечена гараж я бы хотел ей дать тег идем мне вот хотелось бы чтобы я имел быстрый доступ к перкуссионным лупом вот стиле и кей гараж и типа чем мне придется вот каждый вот этот луп отметить а я могу как-то их не знаю выделить и дать тег всему например идем давайте попробуем теги иди ебой она работает куда давайте еще разок например вот я отмечу вот так вот так и то бы цель хитры у меня но я не хочу вот этот и вот этот и вот этот и вот этот не хочу сюда добавлять правую кнопку мышки а да да тип а это бойт у нас add и выделение сохранилась нова правый кнопкой мышки теперь добавляем теги и поскольку мы уже добавили 3 правого кнопка мышки левый тупон мишки типа правый чтобы это окно осталось открытом нажимаем если вы хотите чтобы окно закрылось можно нажать левый. Теперь это Head и Trap. И жмем Head, и они уже появились. А если мы нажмем Trap, то у нас появился вот кик трэповый, который мы отметили, и хеты все. Если мы нажмем звездочку, у нас появится только отмеченной звездочкой. А это что у нас? Просто Search. То есть мы можем, например, навести кик. И он себе папки нашел. Ну, неплохо. Да, поиск они, конечно, пофиксили. Одним только вот этим по пунктам Show parent folders insert result. Если это не включено, он сразу показывает папки с хетами. А если мы это включим, то он вот это всю нам структуру. Вот это. Короче, кошмар. Вот этот пункт, это прям имба. Похоже, вкладка library она нередактируемая. Ну ладно. А, нет, мы можем скрыть пункт библиотека. Отлично. То есть правой кнопкой мышки hide нажимаем, и он пропал. А мы можем его вернуть? А как мне его вернуть? А я, может, случайно его скрыл. Вот, show hidden, show hidden, show hidden. Показать скрытое, короче, library. И еще мы можем сортировать по дате. Боже мой. Это невероятно круто. Sounds. И давайте попробуем. Но здесь все равно по имени сортируется. Ну ладно, хорошо. Допустим. View layout. А давайте мы попробуем. Clone this tab. То есть у нас будет All 2. И в этом All мы включим Layout 3. Хм, неплохо. Здесь у нас структура папок, здесь у нас структура файлов. Но в таком случае, в таком случае нам надо будет это расширить. Ну, не знаю. Такое себе удобство. Мне стандартный вариант нравится. И вернемся в All. И здесь уже обычная структура, но он запомнил ширину. А если мы, например, сделаем вот так, вот, правая кнопка мышки. Remember size. Tap size. Вернемся сюда. Это все снова расширим. Вернемся сюда. И оно схлопнулось. Но получается, что нам можно настроить для каждой вкладки. Размер. Нет, не вернулось. Так, давайте я расширяем. Отключаем Remember tab size. И включаем Remember tab size. И схлопнулось. Не расширилось. Не знаю. Может быть из-за того, что бедка. Или типа он не может запомнить несколько размеров. Ладно, давайте вот это мы тогда делим. И вот здесь мы вернемся в View Layout. Давайте samples попробуем. Неплохо. Теперь выбирать принципиально разные снеры будет гораздо удобнее. Нет, все-таки View Layout стандарт. Стандартный лейаут мне нравится больше. Раз уж так пошло, давайте Remember tab size. А сейчас стал расширяться. Не знаю, как это работает. Возможно, когда-нибудь потом узнаю. Раньше аудиофайлы из диктофонов устройств Apple не работали, а теперь работают. Я проверил. Они действительно на старой версии не открываются. И также мы можем его настраивать громкость. Можем крутить ему fade out. Fade in. Шикарно. Вы услышали, как я разговариваю в жизни вне видосов. Окей. И еще. А давайте мы ее Ctrl-C. И попробуем фичу, которая была анонсирована в патчноуте. Поставим сюда ползунок. Ctrl-V. Окей. А теперь с Alt-ом переместим ползунок между строками квантизации. Жмем Ctrl-V. И оно вставилось. Шикарно. Давайте посмотрим, как работает добавление плагинов сюда. Например, ВКонтакт. У нас появился паттерн, который называется ВКонтакт. И у нас появился на плейлисте трек, который называется ВКонтакт. И он автоматически Lock to Content. То есть, если мы будем ставить где-то паттерны, то, например, мы можем поставить вот здесь какой-нибудь 12-й паттерн, здесь же можем поставить 14-й. А вот сюда мы можем... Не понял. Официально заявляю, что в бетке вот сейчас у меня баг, что Lock to Content не работает. Но просто удобно, что сразу создается у нас и паттерн пустой, канал, и вот это все связывается. Хорошо, допустим. Теперь у плагинов, которые появляются, нету своего вот этого коричневого цвета. Не знаю, плюс это или минус. Мне это помогало вгруппировать на микшере все. Ладно, изменения, которые прям бросаются в глаза на микшере нету. А мы можем вот так сделать. Да, можем. Я не знаю, было это или нет, но я попробовал, оно работает. То есть мы можем выделить несколько каналов, зажать Alt, и левой кнопкой мышки нажать на байпас плагинов на одном, и они выключатся на всех. Скорее всего, это работало и в прошлой версии. Ну ладно. У нас появился некий LuxVerb. Выглядит он прикольно. Настройка у него явно больше, чем у Fruiter Reverb 2. Окей, разберемся с ним почем. В настройках MIDI, по-моему, ничего не изменилось в настройках аудио. какие-то косметические изменения. General Settings тоже как-то просто разъехались больше. Они идут сверху вниз, а не как раньше, в два столбца. И у нас появилась, конечно, ZEM, то есть темы. И они довольно быстро и легко переключаются. Но я большой поклонник стандартной темы FL Studio. Потому что вот эти кустомные, скажем так, темы для FL Studio мне всегда казались какой-то кринжатиной. Ну, темная тема, ничего. Ну, Light это... Ой, боже мой. Sorry, если вы смотрите это ночью, я прошу прощения. Так, еще, конечно, мы можем настраивать все сами. Делать мы это, конечно же, не будем. И здесь точно так же работает Alt и левая кнопка мышки. Еще прикольная фича, которую я прочитал в Patch Note, что мы можем проект поместить в отдельную папку. То есть все, что будет происходить внутри проекта, будет сохраняться в одной папке. Вот здесь можем ее задать. Было ли это в других давках? Без понятия. По-моему, все-таки самая крутая фишка здесь теги. То есть раньше мы должны были сами создавать папки со своими драм-китами. А теперь мы можем просто накидывать прикольные теги прикольным звуком, например. Вот у меня есть тут Cinematic Sound FX, которые мне иногда бывают нужны. Мне приходится кучу времени их искать. Теперь я могу просто взять, например, импакты. Вот так все выделить. Правая кнопка мышки. Tags и тег назвать Си-не-м-а-ти-ку-е. Cinematic. И можем так же создать импакт. Control вверх. Теги. Cinematic. Они появились. Шикарно. Это шаг вперед. Это конкретный шаг вперед. Если я какие-то новые функции пропустил, обязательно напишите в комментариях. И те люди, которые будут смотреть видос, будут знать, что если я что-то пропустил, они смогут найти их в комментариях. Так что обязательно напишите. Еще обязательно напишите, ждете ли вы релиз FL Studio 21, потому что он явно уже не за горами. Обязательно также еще ставьте лайк видосу, если он вам понравился. И если я сказал что-то новое, тоже можете лайк поставить. На этом, наверное, у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. И в следующем видео мы все-таки будем уже больше писать биты.